50 студентов сплотились в один отряд, чтобы за несколько дней успеть помочь пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья и, разумеется, ветеранам Великой Отечественной войны. «Снежный десант» – это всероссийская патриотическая акция, которая проводится в рамках месячника оборона массовой и военно-патриотической работы. Участники акции – это неравнодушные ребята, которые готовы внести свою лепту в общественные дела региона. Сегодня в селе Пластунка молодежь все утро расчищала русло реки Соченко. Облагородили ребята и местную детскую площадку и даже привели в порядок остановку общественного транспорта. «Мне на самом деле приятно делать что-то полезное для города, для Краснодарского края в целом. И самое приятное, наверное, что все ребята поделились по своему желанию. То есть не было такого, что мы кого-то заставляли что-то делать. Мы говорили, вот нужно сделать, например, покрасить забор, кто хочет. Пять человек подняли руку, вот вперед. Они красят. Им это в радость». Мало кто знает, что на Пластунке есть памятник героям, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, построенный в 1977 году. Обелиск находится в труднодоступном месте вдали от дороги и глаз. А потому и посетителей здесь увидишь нечасто. И тем не менее, памятник истории под пристальным вниманием снежного десанта. Вот и сегодня у ребят здесь большой фронт работы – убрать территорию и высадить деревья в рамках акции «Дерево памяти». В итоге аллея возле памятника героям, павшим на фронтах Великой Отечественной, что в селе Пластунка, пополнилась несколькими кипарисами. К слову, первый снежный десант высадился еще 50 лет назад на Алтае. Краснодарский край к волонтерскому движению присоединился в прошлом году. Завершится добровольческая акция 1 февраля. Далее по плану – помощь ветеранам на дому. Субтитры создавал DimaTorzok